Здравствуйте, меня зовут Ермаков Станислав, я представляю мастерскую «Молот» на фестивале «Ладейное поле-2022». Что у вас здесь оборудовано? У нас оборудовано наглядно, не оборудовано, а наглядно показано, как могла выглядеть кузня в Средневековье. У нас представлен горн переносной, меха, которые подают в воздух для разогрева металла, точильные камни двух типов, наковальня, собственно, на ней куется металл и ряд инструментов, ряд инструментов, которыми мог пользоваться кузнец в Средневековье. Ну, это переносной, потому что мы на разные фестивали ездим, а так, да, могли просто даже в земле выкопать яму, поставить меха и работать. Какая-то температура? Ох, ну, здесь около, где-то сейчас около 400, может быть, 600 градусов. Как бы немного, но достаточно для того, чтобы разогреть металл до красна и начать ковать. Почему наковальня такая странная? Ну, металла было немного, и в Средневековье были либо такие, либо небольшие с рогом. Более крупные наковальни появляются, ну, с развитием металлургии. Соответственно, наковальня, как в современном представлении мы ее видим, появилась гораздо позже. Вот, а изначально вообще более архаичные, это каменные наковальни. Вот. А по конструкции мехов, в двух словах, они с чего стоят? Деревянная часть, рукоять, внутри клапан стоит, кожаный мех, собственно, труба, по которой поступает воздух. Это один из вариантов, какие меха могли быть. А вот этот камень, он оригинальный, я его, скажем так, нашел, немного отреставрировал, здесь были утраты. Какой-то, как его, господи, кварц какой-то. Он имеет, не могу сказать точно, но он имеет мелкую зернистость и какие-то светлые вкрапления. Ну, в общем, он очень хорошо подходит для финишной заточки ножей, топоров, еще чего-то. Этот более крупный, это для обдирки заготовок. Молотки ничем не поменялись за тысячу лет, вот они как были. Этот молоток для того, чтобы отрубать железо, видите, он острый. К примеру, горячую заготовку мы берем, кладем, сверху бьем, он отсекает. Да, да, зубило на ручке. Этот более маленький, как вы видите, он для финишной разглажки металла. Этот средний, этот самый тяжелый, я им растягиваю, как вы видели. Ну, и дополнительные всякие вспомогательные. Еще есть маленькие, если что-то мелкое нужно сделать. Опять же, оселок для заточки, ножичка или шила, или просто проверить металл какого цвета или что. Также есть такие вот свинцовые заготовки, на них прошиваются отверстия на пластинах. Сейчас, конечно, есть специальное оборудование, но в древности мастер только на глазок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok